Регулятор из коробки Регулятор в том виде, в котором мы его будем использовать Так, что нам понадобится Собственно, сам наш регулятор Октопус Шланг поддула инфлятора Манометр Или приборная консоль Разводной ключ И шестигранник Или набор шестигранников Для начала мы будем подсоединять наш манометр Регулятор имеет Один или два порта высокого давления Выбор у нас невелик Порт высокого давления Обозначен регулятором буковками HP И имеет отличный от других портов диаметр И перепутать сложно В данном случае у нас регулятор Аквалангтитан Имеет только один порт высокого давления Поэтому Сначала подсоединяем шланг Высокого давления Берем шестигранник Откручиваем Пробочку Пробочку не выбрасываем Прикручиваем шланг И все полагаем Далее берем ключик И затягиваем Сильно тянуть не надо Только слегка Потому что иначе мы повредим наш о-ринг Далее Если у нас есть Бесиди и баллон Прикладываем наш регулятор Так как он будет крепиться В дальнейшем к баллону Чтобы посмотреть Как у нас будут расположены шланги Шланг от первой ступени К основной второй ступени Имеет самую маленькую длину Он самый короткий Поэтому он должен присоединяться к порту Который находится наиболее близко к вам Шланг Актокуса мы подсоединим К дальнему порту Потому что он более длинный И будет проходить у нас под рукой Это удобно Для крепления шланга поддува Мы имеем выбор из двух портов Будем подсоединять шланг поддува К этому порту Так как он находится Наиболее удобном положении Для подсоединения его К шлангу инфлятора Этот порт у нас останется В данный момент запасным В дальнейшем можно использовать Для дополнительного шланга поддува Например для сухого костюма Откручиваем пробку порта Для шланга Актокуса И подсоединяем шланг Актокуса Обратите внимание У нас шланг без уринга Это я сделал специально Чтобы вам показать Вот что бывает с урингом Если момент затяжки очень сильный То есть если вы будете очень сильно тянуть Уринг превратится В непонятную фигню Он видите поврежден Тут есть Если вам видно Ну на фото будет видно Всевозможные повреждения И он не оринг уже А трапецидальную форму Приплюснутый В общем свою функцию Уполнять будет очень плохо Поэтому мы его заменим На новый Подсоединяем шланг Актокуса К регулятору К первой ступени И опять Несильное затягивание Дальше Мы определились Что у нас шланг поддова Пойдет С ближнего порта Откручиваем И присоединяем шланг поддова Регулятор собран Теперь давайте проверим Качество нашей сборки Подсоединим регулятор к баллону Посмотрим Нет ли утечек Открыли Закрыли И подождем минут 5 Смотрим за стрелочкой манометра Стрелочка не должна падать Если у нас нет утечек И баллон закрыт То стрелка не падает Теперь проверим Как работают наши вторые ступени Открываем баллон И дышим Из второй ступени Делаем по 3-4 вдоха Оценивая Легкость дыхания Дышится легко Проверять вторую ступень регулятора Нажатием на мембрану Неправильно Вроде бы да Он работает Но он будет работать Даже если мембрана Дыхательная У вас порвана Вы нажимаете непосредственно на рычаг И под водой Этого регулятора У вас не будет работать Поэтому проверяйте Именно дыша Из второй ступени Ну вот и все Мы собрали наш регулятор И он готов для погружения Небольшой совет Никогда не выбрасывайте заглушки от регулятора На них имеются о-ринги Которые вам помогут А в случае повреждения Ваших о-рингов на шлангах Всегда можно снять заглушки И поменять Ну вот и все Всем спасибо за внимание И подписывайтесь на наш канал О дайвинге и путешествия